Я когда сюда пришла, я поменяла много работ, там как бы так складывались обстоятельства. Меня устроило то, что это рядом, возле дома. Ну и коллектив прежде всего. Вот был там Анатолий Васильевич покойный, председатель кооператива. Виталий Петрович был заступником. Очень хорошо меня приняли. У нас в бухгалтерии две штатные единицы. Я и Нина Митрофановна, бухгалтер-кассир, сейчас в отпуске она находится. Ну и Нина тоже мне просила не уходить, потому что все-таки немножко зарплата, что тут сами понимаете, формируется за счет взносов. Поэтому, ну, хотелось немножко больше, но, увы. Ну, коллектив это неприбыльная организация. Да, неприбыльная организация, конечно. Мы же выживаем только за счет взносов. То бишь, в конце каждого года мы формируем, так сказать, бюджет на следующий. Кошторис, так называемый. То бишь, все вот, которые стандартные затраты у нас идут в год. Это вода, это зарплата. Ну, стандартные. Мы все забиваем это в кошторис, ну и распределяем уже, как бы, ну, скажем так, в равных долях между всеми. Вот, там, по 100 гривен. Ну, и понятно, что в процессе того, как меняются тарифы в стране, точно так же они меняются у нас, потому что нам точно так же выставляют счета с учетом изменения цен тарифов. Вот, этот кошторис мы вот вывешиваем здесь, в бухгалтерии. У нас есть три доски объявлений. Это все везде, как бы, вот, в конце года оно висит для того, чтобы люди видели, знали, за что они платят. И, по большому счету, вот, здесь очень хорошая бухгалтерия. Ну, и мы стараемся ее поддерживать, ну, в таком же, я имею в виду то, что, вот, были моменты, где я приходила на работу на какую-то, да, там либо нет бухгалтерии, либо там, вот, мне приходилось очень много всего разгребать. Здесь пришлось, ну, там чуток, вот, чуток подправить где-то что-то, что-то найти, потому что предыдущая бухгалтер, она, походу, очень здорово болела. И она ушла, вот, прям, с больничного, ничего, как бы, там, не оставив, не передав. Вот, мы навели порядки, все, вот, благодаря Нине, Виталию Петровичу, он, ну, как бы, вот, он хороший экономист. Понятно, он не понимает, там, в бухгалтерских счетах, но, скажем так, что, как, вот, он подскажет, посоветует, хотя, ну, мы сами хорошо это знаем, но есть люди, вот, которые, вот, их что-то не устраивает. Кошторис, вот, кошторис висит, да. Кто эти люди и что это? Кто эти люди? Ну, это немного, человек 10, может быть, в кооперативе их наберется. Вот они как платили по 75 гривен, это у нас было, наверное, в 13-м году взносы, да. Вот они точно так же платят. Это, это, к примеру, вот, Семенюк Владимир Иванович, у него уже задолженность около 2000. А если насчитать пенюк, кстати, в договоре эксплуатации, у нас там есть, что за неуплату там насчитывается пеня. То есть вы с каждым гаражом, с каждым членом кооператива? Конечно. Заключаете договор на эксплуатацию? Да, на эксплуатацию, конечно, да. Где четко прописано, что за неуплату там вот более чем на 3 месяца, там и пеня насчитывается, можно электроэнергию отключить. Это все подписано, ну, как бы, договорнее заключено. То есть выказано в договоре про эксплуатацию? Конечно, да. А ценообразование, то есть как устанавливается размер взносов? Размер взносов, вот я же говорю, мы робим кошторис и бюджет, да. Кошторис чемесячных вытрат, это на 18-й год. Значит, собираются вот члены кооператива, они, ну, это все решается, я им зачитываю, вот у нас такие-таки расходы, все, это все потом утверждается. Значит, все расходы, да, вот там зарплата, охрана, вот это все наши, скажем так, константа, это неизменные затраты, которые мы несем ежемесячно. Вот сумма. Значит, потом, как формируется дальше, да, вот мы берем взносы, которые вот в 17-м году, вот у нас ежемесячно должно было быть надходжень 126 410 гривен. Это, как бы, мы берем из этого и вот то, что у нас предстоит в 18-м году. Опять же, вот, значит, засновники и члены кооператива, вот физические особые предприемцы, да, вот их расчет взносов ежемесячных. Опять же, налог на землю, у нас налог на землю 1% мы платим от нормативно-оценочной этой вартости земельной делянки. У этих 3% земля, вот, 4 человека, которые оплачивают за землю, это их. Вот это вот все наши, как бы так сказать, надходжения. И вот за 18-й год у нас должно быть вот 144 гривны, ой, 144 621 гривна. А это вот расходная часть, уже дефицит бюджета. Вот эту сумму наших расходов делим на 1080 гаражей, вот 1080 владельцев гаражных боксов. Мы разделяем на них, все, получается вот такая сумма, ну, как бы, для каждого гаража. Но есть тут немножечко, они по площади больше, больше гаражей. Мы вот на них накидываем, там, допустим, по 5 гривен. На 5 гривен дороже, ну, из-за того, что вы там занимаете чуток больше земельной делянки. Ну, вот, Семенюк, Пруткий, к ним подписались. Потом еще, вот, Макуха, еще несколько человек. Вот они вважают, что цены оба снова нетины. То бишь, мы там завышаем, что-то так, как-то неправильно считаем. Мы пытались объяснить, рассказать. Конечно, конечно. То есть они ознакомлены с этой технологией? Ну, да, да. Их она устроила? Нет. Почему? Ну, они считают все равно, что это не так. Это надо, они предложили вариант, скажем так, по площади гаража. Так это в любом случае, если мы будем брать площадь гаража, да, это в любом случае получится даже больше, чем имеется на данный момент. Хорошо. То есть из-за того, что их не устроила сумма ежемесячных взносов, начался вот этот, вот, скажем так, скандал в Коберативе? Ну, наверное, из-за взносов тоже, в том числе. Вот. И все, они вот хотели же сделать нам аудиторскую проверку. То бишь, чтобы... Сделали? Нет. Аудиторскую проверку не сделали. А сделали проверку КРУ. А какое отношение КРУ и... Решение суда. Значит, я рассказываю про вот эту проверку, которая была у нас аудиторская. Это был Анатолий Васильевич, покойный председателем. Не знаю, то ли они так ему в доверие втерлись, то ли я не знаю как. Вот давайте аудиторскую проверку. Мы прошерстили, обзвонили очень много фирм, именно вот, которые занимаются аудитом, независимый аудит. Для того, чтобы определиться, значит, в ценах, ну, потому что нужно же это оплачивать, и это, ну, не дешевая услуга. Нужно оплачивать и решить вопрос, то ли мы эти деньги как целевые будем собирать взносами, вот, и оплатить, либо же мы сможем выкроить что-то из бюджета. В итоге получилось, что, ну, это примерно было где-то 25 тысяч, вот, 25-30 из тех вопросов, которые вот они хотели нам сделать проверку, там, и зарплата, и вот формирование этих же взносов, вот, ну, вот, нам насчитали примерно вот 25-30 тысяч аудиторы. И потом они сказали, что у них есть свои аудиторы. Ну, и в один прекрасный день Анатолий Васильевич завел сюда двух женщин и сказал, это аудиторская проверка. То есть это решение было Шевчука? Да. А он как-то объяснял это решение? Почему так? Ну, потому что захотели, вот, там, члены кооператива, да. Хорошо. То есть все эти женщины, что было готово? Потом, что было, значит, он сказал, все документы, которые они потребуют, все показывайте, вот, там, ведомости, наказы, расчеты, там, платежные документы, ну, все-все-все, все, что они попросят. Вот. Ну, ну, коль председатель сказал, ну, в общем-то, они вроде бы как сели там, слегонца что-то посмотрели, вот, ознакомились. Ну, при этом они, ну, не удостоверений своих, там, ничего. Даже если вы, ну, вот, независимый аудит, да, там, не проверка, там, контролирующих органов, да, в любом случае, как бы записать в книгу проверки, да. Есть у нас такая книга, где вот все проверяющие, которые нас проверяют, приходят, я их всех туда записываю. Номер посвящения, ну, все как положено. А вы просили предъявить посвящение? Анатолий Васильевич сказал, что это все у него. И там, как бы, надо дуть. Вы поинтересовались у него? Да, 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 все у него там, вот, и все есть. Договор должен был бы быть, да, вот, направление, ну, я так полагаю. Это было, по-моему, 14-й год. То есть они по-тихому пришли и по работах ушли? То есть и так же тихо? Не, ушли они не тихо. Значит, и в этот момент, когда они там сидели, рассматривали документы, пришел Виталий Петрович и Николай Николаевич Кивала, члены правления, заснованный КИОБИ-2, что за люди, что они тут делают, где документы, если вы проверяющие, там, ну, начали же спрашивать, они имеют на это полное право. Они сказали у Анатолия Васильевича. Ну, Анатолий Васильевич, у него кабинет был, наверное, на втором этаже. Позвали его, позвонили, он спустился, сказал, что на фирме, на этой, где вот идет проверка, ну, они все пришлют. Договор, правда, они показали, но договор был не подписан ни одной стороной. Без печати, без подписей. И еще вот там момент, вот, когда там форма оплаты, да, и когда проводятся эти работы. После полной оплаты. Столько стоит, да? Да, оплаты, да, 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 оказания услуг. Оплата была выведена? Нет, нам и не было. Мы не проводили оплаты, у нас не был подписан договор. Ну, вот, привели, привели. Ну, Виталий Петрович, они начали снимать вот с Колей. Значит, вот это, вот это вот, как бы, то, что происходило, лжепроверяющие какие-то, или кто они, ну, если нет удостоверений. Эти женщины начали звонить по телефону. Кому? Ну, кому? Они называли Владимир Иванович. Есть, ну, как бы, как по мне, я себе могла предположить, что это Семенюк Владимир Иванович. Поскольку, вот, Прутки и Семенюк, они были инициаторами этой проверки, то я так понимаю, что это был Семенюк. Чем закончилось? Чем закончилось? Мы вызвали полицию. Полиция приехала. Сказали, что это не их компетенция, это компетенция УБЭП, по-моему. Виталий Петрович звонил туда, в УБЭПу, никто не приехал. Ну, отпустили их с миром. И все. То есть ушли, и все? И все. Больше их здесь не было. Но они, ну, они какой-то акт проверки, они составили, как бы, не имея полной информации. То, что там они полистали, они даже, ну, я же говорю, они досконально, они вот не проверяли там. Ну, допустим, если, да, приходят проверяющие, они что-то там пересчитывают, к примеру. Да, вот введение кассовой книги, да, вот. Лимиты, остатки, все ли правильно. Где-то что-то пересчитали, где-то что-то посмотрели. Правильно ли там начислена зарплата, к примеру. Ничего такого не было. Они просто листали, они просто смотрели, они просто спрашивали, а это чья подпись, а это чья подпись. В итоге, вот, все. Ну, акт какой-то они сострапали, и они еще где-то там махали этим актом, тут приходили, да, вот у вас тут порушили. Какое время они работали с документами? Ну, может, полдня. Это максимум, наверное, полдня. Хорошо. Вы упомянули, что все-таки проверка была КРУ по решению суда. Я сейчас напишу, значит, ой, расскажу. КРУ нас проверяла по открытому криминальному проведению, то есть это было решение суду, чтобы прислать КРУ. А это криминальное проведение открыли по заявке Семенюка Пруткого. Ну, там, по-моему, они в своей заявке писали, что тут и воровство, и покойный Шевчук, и Бойка, ну, и мы в том числе, значит, воровство, крадежки, неправильное, как бы, нецельное, там, використание коштей, все такое разное. Ну, следователь подписал это все. Ну, я просто процедуру эту все, я не знаю, как это происходит. Заявление, открывают криминальное проведение, все отправляют на суд, ну, может, так. То бишь, 14-й. Это было ноябрь месяц, по-моему. Вот при проверке этой вот покойный председатель и умер. Хорошо. КРУ пришло. То есть это было уже после... После, после. Вот это и проверка. Да, это было после, да, да. Они пришли, показали свои направления, показали удостоверение. Вот. Ну, они пришли к председателю, председатель позвал меня, я тоже посмотрела это направление, эти документы, все. Ну, все, и начали они работать. Сколько времени они работали? Ну, дней 10 точно, если не больше. Итоги. Итоги? Все нормально. Никаких претензий? Ну, одна была претензия, что мы не начисляли индексацию на заработную плату. А поскольку мы не прибудковую, или, может, это надо было как-то там, ну, я не знаю, как-то это продумать и запротоколировать, может быть, да, чтобы как-то решение было, ну, чтобы вот начислять эту индексацию, ну, нас обязали выплатить. Существуют ли у кооператива дополнительные источники доходов, которые бы вызывали определенный интерес у... Смотрите, значит, территория вот кооператива, да, это 5 гектар. Вот построены гаражи и построены коммерческие объекты. Коммерческие объекты, это вот там, справа, значит, это красное здание офисное, и слева СТО. Это коммерческие такие объекты, которые принадлежат учредителям. Это их, ну, властность. Я же говорю, вот они стоят на территории... То есть это, по-моему, Бойко и Шевчуку, по-моему? Бойко и Шевчуку, да, да. В равных долях или там как... По-моему, в равных долях, по-моему, да. Да, да, да. По-моему, в равных долях там уже какие десятые квадраты, но я как бы... Вот. Точно так же вот для них, смотрите, рассчитываются взносы. Там вот есть в Кошторисе и ФОПе, да. То-то, то-то, то-то. Вот тем-то вы пользуетесь, допустим, да, там проездом дороги пользуетесь, значит, вы за это платите. Там освещение или еще что-то. То бишь, исключаются только те пункты, с ихнего Кошторису, да, вот, чем они не пользуются. Ну, точно так же в их взносы заложено, как бы и зарплата нам, зарплата охране, ну, те же комс-товары, вот. Ну, то бишь, это все закладывается. Только, допустим, вот, у одного из ФОПов, там, к примеру, 500 гривен или 400 взнос. Ну, у члена кооператива, владельца гаражного бокса, там, 140, к примеру, да. Поэтому, ну, как бы, я не считаю, что это дополнительные какие-то... Кроме этого больше ничего. Ничего. А, ну и землю они оплачивают. Я подаю в начале року податковую декларацию на землю, где оценка земли из Департамента земельных ресурсов дается, и там четко прописана земля коммерцийного назначения, да, и вот под гаражи, под кооперативу. Оно у вас в постійному користуванні? Да, в постійному, да. Это благодаря Анатолию Васильевичу, Анатолию Виталию Петровичу. Вот, ни одного кооператива, который вот здесь, на Троещине, по крайней мере, то нет земли в постійному користуванні. И все платят орендную плату, а мы податок на землю. А вы скажите, пожалуйста, вот все-таки ваше мнение, почему в 2013 году началась эта процедура, как многие говорят, попытка захвата. Ну, все-таки, вот все-таки мне кажется, что вот лакомый кусок, это все-таки вот и коммерческие объекты, и земля, может быть. Когда строили этот кооператив, Анатолий Васильевич работал в администрации, да, он вводил вот в эксплуатацию, проверял вот эти садики, школы там. То бишь, ну, наверное, была какая-то там оттуда помощь в плане того, что можно было получить какие-то документы разрешительные, к примеру, да. Здесь подведена вода, канализация, газ, кстати, мы отапливаем наше здание, и вот КПП мы отапливаем газом. Газ подведен, есть очистные сооружения. Что еще? Ну, освещение, понятное дело. Хорошо. Как вы считаете, земля, вот вы говорите, ну, лакомый кусок. Да, может быть, предмет интереса и земля. С какой целью? Здесь начать какое-то выстроительство жилищного комплекса, или вот что же это за это? Ну вот, я себе предполагаю, можно и жилые дома построить, можно построить какой-то развлекательный центр. Пять гектар земли – это немало.